ДТП КамАЗ и автобус МАЗ столкнулись в Вологодском районе. ДТП произошло на седьмом километре дороги Семенково-Заря. В предварительной версии мужчина, управляя грузовым автомобилем КамАЗ, не справился с управлением, допустил занос транспорта, выехал на встречную полосу, где врезался в маршрутный автобус ПАЗ. В это время в салоне ПАЗа находилось около 15 человек. Для доставки пассажиров предприятие перевозчик предоставило запасной автобус. Пассажиры доставлены до места назначения. В результате ДТП пострадали 4 человека. Два пассажира ПАЗа, женщина и мужчина, водитель автобуса, водитель КамАЗа. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Форд Фокус сбил двух женщин-череповцы. Авария произошла 8 марта в 21.40 у Ягрупского моста. По информации единой диспетчерской службы, 21-летний водитель совершил наезд на двух череповчанок, которые переходили дорогу на красный сигнал светофора. От удара одну из женщин отбросила на несколько метров, а иномарку развернула. В результате ДТП у 64-летней горожанки ушиб головы. А вот второй пострадавшей повезло меньше. 44-летнюю женщину доставили в больницу с сочетанной травмой, ушибом головного мозга, а также закрытыми переловами затылочной кости, костей таза, лобной кости и седалищной кости. Два человека пострадали в аварии в Вологодском районе. ДТП произошло на 19-м километре трассы Вологды-Тихвин. По информации УМВД, мужчина на автомобиле Форт Мондео, который ехал из Вологды, врезался в Шевроле-Авео, который ехал в попутном направлении и начал выполнять разворот. В результате аварии пострадали водитель и пассажир в Шевроле. Все обстоятельства ДТП устанавливаются. Три машины столкнулись на улице Комсомольской в Череповце. По данным ГИБДД, водитель на МАЗе, груженный лесом, не выдержал дистанцию и врезался в ГАЗ-2217. В свою очередь, эта машина столкнулась с передистоящим ленд-крузером. В результате аварии пострадали женщины, водитель и пассажирка Газели. Женщина травмировалась в аварии на территории Череповецкого района. ДТП произошло на автодороге Песье-Большой двор. По информации ГИБДД Череповецкого района, водитель на автомобиле Шевроле-Авео, двигаясь по прямому участку дороги, не справился с управлением, машину развернула, а затем вынесла на встречную полосу. Там Шевроле столкнулся с автомобилем Исузу. В результате аварии пострадала пассажирка Авео, госпитализация женщине не понадобилась. В Череповце машина без водителя отправилась в поездку. Это произошло в индустриальной части города. В полицию обратились горожане, которые сообщили, что на пересечении улиц Паркова и Мамлеева посреди перекрестка стоит без движения машина Рену Логан, а в транспорте никого нет. На место прибыли инспекторы ГИБДД. Связаться с водителем не было возможности. Автомобиль эвакуировали. За машиной владелец пришел утром. Как выяснилось, данное транспортное средство было припарковано по улице Мамлеева у дома номер 3. И в связи с температурными колебаниями, так как вечером похолодало, машина просто съехала на проезжую часть улицы Парковой. В отношении водителя был составлен административный материал по статье 12.19.часть 4. То есть это создание помехи транспортным средством, которое передвигается по проезжей части. По пешеходам мы приходили на зеленый свет, когда все машины остановились. Эти простые правила без преувеличения знает каждый ребенок. Однако, как показывает практика, не всегда умеют применять их в реальных условиях. В группе риска дети, которые начинают самостоятельно передвигаться по городу. Психологи поясняют, в определенном возрасте у несовершеннолетних формируется миф о собственной исключительности и неуязвимости. Это порой и толкает на опасные поступки. Все плохое может случиться с кем-то другим, не с ним. А ребенок чувствует себя бессмертным, уникальным. При этом инстинкт самосохранения не срабатывает. И между весельем и безопасностью ребенок однозначно будет выбирать веселье. Для пешеходов горит красный, мама с ребенком уверенно начинает переходить дорогу. Здесь на запрещающий сигнал мужчина ведет малыша. Специалисты поясняют, им помогут знания. Слова педагогов и инспекторов ГИБДД. Вся профилактика на смарку, если родители вот так показывают детям, как переходить дорогу. Или не следят за детьми там, где ездят машины, к примеру, на парковках или во дворе. Машины ездят. Люди не смотрят. И двери открывают некоторые. Угу. Безопаснее ребенка положить сразу. Как говорят специалисты, многие водители, видя ребенка на дороге, относятся к несовершеннолетнему, как к полноценному участнику дорожного движения, забывая, что дети могут совершенно иначе оценивать ситуацию. Вот так порой ведут себя водители. Прискакивает перекресток на красный сигнал светофора. Думают, что пешеходы должны увернуться. Отскочить может не каждый взрослый. Что говорить о ребенке? Увидел, сгорелся зеленый, как учили, пошел. У нас довольно часто возникает проблема, когда транспортные средства припаркованы практически на пешеходных переходах. И обзор видимости для других машин, которые двигаются по соседней полосе, они не видят пешеходов. А во дворовой территории как мы будем двигаться? Потому что детей будет очень много, дети будут предоставлены сами себе. Но понятно, что и горки у нас появятся. Смотрите на оба глаза. Еще одна проблема, говорят инспекторы, перевозка юных пассажиров. Есть родители, которые жалеют деньги на кресло. В итоге подвергают ребенка огромному риску. При столкновении или резком торможении дети могут пострадать. У Дмитрия двое детей. Обоих перевозят по правилам. Говорит, экономить на здоровье малышей для их семьи просто недопустимо. Вот ты себя же едешь, пристегиваешь, ну ради своей безопасности. И получается, и дети тоже должны быть все в кресло и должны быть все пристегнуты. Еще важно не просто поставить кресло, но и закрепить его на сиденье. Иначе толку от него никакого. И к выбору самого устройства тоже надо подходить серьезно. Когда мы подбираем автокресло, например, на достаточно длительный период, то есть от 9 месяцев до 12 лет, то, естественно, в 9 месяцев мы не сможем понять, поместится ли ребенок, например, с 9 лет в это автокресло. Что можно в данном случае сделать? То есть можно поискать среди своих знакомых, друзей, родственников, детей соответствующего возраста и с ними вместе пойти выбирать детский автокресло. Родители просят организовать досуг для детей, проговорить правила водителями и нарушать, особенно в зоне пешеходных переходов. Здравствуйте. Здравствуйте, старший лейтенант Дяков. Вот так вот дорогу переходите, так взглядом куда-то посмотрели, а голову-то не поворачиваете, не смотрите, неинтересно, что там происходит на дороге. Там машины ездят, поворачивают, поворачивают направо, вас не заметят и все. Надо голову-то повернуть. Нужно в первую очередь вообще было остановиться перед пешеходным переходом обязательно, да, посмотреть налево-направо, машины остановились, поехали, посмотрите, дорожное покрытие. Гололед практически. Снег, посмотрите, какой. Надо повнимательней, повнимательней, чтобы ДТП не произошло с вами. Смотрите, вы с коляской дорогу переходите, еще по телефону разговариваете. Капюшон на голове, ничего не видите, взгляд куда-то кинули. Вот вчера ситуация подобная была, подобная ситуация, только там санки были. Водитель вроде бы все учел, все погодные условия, всех пропустил, но наезд на санки произошли. Слава богу, там никто не пострадал. У вас ребенок в коляске ездит. Уберите телефон, снимите капюшон, остановитесь, остановитесь перед пешеходным переходом. Погода, посмотрите, какая. Я не видел, как вы посмотрели. Я стою на вас, смотрю и не вижу ничего. Телефон уха я заметил. И коляска, которая первая въезжает на проезжую часть, водитель сейчас выехал бы, затормозить не успел и все. Кто виноват был бы в этом? Выезжая на перекрестки, выезжая из дворовых территорий, вблизи пешеходных переходов, должны быть очень внимательны. То есть они обязательно, в первую очередь, должны учитывать не свои какие-то навыки вождения, а в первую очередь состояние дорожного покрытия. Потому что даже самая хорошая, дорогая резина, которая бы, казалось бы, готова и может удержать автомобиль, да, и уберечь его от столкновения, она не всегда спасает. Поэтому водитель должен быть очень внимательным и, конечно, выбирать безопасную дистанцию, выбирать безопасный скоростной режим, чтобы столкновения не происходили. Ну и, конечно, очень быть внимательными при проезде пешеходных переходов, потому что пешеходы могут появиться на проезжей части в любой момент, особенно если еще люди с детьми, люди отвлекаются на детей, на санки, на ватрушки. И водитель, конечно, должен всегда вовремя остановить свое транспортное средство. Даже самое маленькое дорожно-транспортное происшествие с материальным ущербом, оно может вести в город ступор, да, образуются сразу же заторы, и другие водители начинают уже как-то маневрировать, тем самым, возможно, смогут вновь создать аварийную обстановку. Поэтому нужно быть, в первую очередь, очень внимательными. И обязательно, также хотелось бы отметить, чтобы всегда были исправные очистители ветрового стекла, обязательно просматривались через стекла боковые зеркала. Паркуюсь как хочу. Именно под этим описанием в последние дни приходит масса снимков от горожан. На фото видно, как в разных районах города автовладельцы паркуются прямиком у подъезда жилых домов. Мешают не только проходу, но и проезду. Так, на парковке торгового центра автомобиль заблокировал проезд. А вот Ford Focus, возможно, и был припаркован по правилам, но проезд все же перегородил позднее. Машина скатилась с места. Эти водители оставили свои транспортные средства прямиком на пешеходном переходе, забыв правила дорожного движения и совершенно не думая о безопасности пешеходов. Впереди весенние каникулы. Самое время родителям провести беседу с детьми о безопасности поведения на дорогах. Ну а водителям нужно включить все свое внимание на максимум. Детям стоит напомнить о мерах осторожности на прогулке не только во дворах, но и на детских площадках. Резкие оттепели и заморозки ухудшают дорожные условия. В силу возраста детишкам бывает сложно осознать опасность гололеда и учитывать это при играх. Весна – непростое время как для автовладельцев, так и для пеших участников дорожного движения. Гололедица, ледяные бугры, колеи, глубокие ямы и рыпины в асфальте. Водителям то и дело приходится преодолевать преграды. При этом нужно не терять бдительность, особенно вблизи пешеходных переходов и тротуаров. Немалую опасность стоят в себе и дворовые проезды. Высокие сугробы и суженная проезжая часть приводят сейчас к тому, что пешеходы, в том числе и дети, буквально соскальзывают под колеса автомобилей. Поэтому, уважаемые водители, будьте осторожны, не спешите и выбирайте скорость, учитывая состояние дороги. Обо всем, что волнует череповецких водителей и пешеходов, мы расскажем через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова